Дело в том, что военные западных стран присутствуют в Украине уже давно, ещё до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и в прямом виде советников, присутствуют в виде иностранных наёмников, и несут потери. Но если речь пойдёт о официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя, это самое важное, так же, как ничего не меняет поставка вооружения. Второе – это может привести к серьёзным геополитическим последствиям. Потому что, если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для прикрытия украинско-белорусской границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то, думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Но мне так кажется. В этом случае тогда… Потому что они захотят вернуть, они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов Иосифом Иосифовичем Сталином и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их, и если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут. Но тогда, к примеру, могут последовать и другие страны, которые потеряли часть своих территорий по результатам Второй мировой войны. И думаю, что геополитические последствия для Украины, даже с точки зрения сохранения государственности в современной виде, они, конечно, встанут во всей своей красе и в полный рост. Я думаю, что обида какая-то есть, но когда мы с ним поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему, мы не лезли в Африку и не выдавливали оттуда Францию. Но проблема в другом. Это небезозвестная группа Вагнер. Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывали им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того. Мы никого не выдавливали. Просто африканские лидеры некоторых стран договаривались с российскими эконом-операторами, хотели с ними работать, не хотели в чём-то работать с французами. Это была даже не наша инициатива, это была инициатива со стороны африканских наших друзей. Но за что на нас в этой связи обижаться, непонятно. Если независимое государство хочет развивать отношения со своими партнёрами из других стран, в том числе и из России, хочет развивать отношения с Россией, мы их не трогали, бывших французских колонизаторов в этих странах. Ну да, я даже говорю это без иронии, потому что во многих странах, где Франция исторически была митрополией, с ними не очень хотят иметь дело. Мы здесь ни при чём. У нас там, если по-честному сказать, таких общегосударственных, общенациональных задач на уровне российского государства нет. Мы просто с ними дружим и всё. Они хотят с нами развить отношения. Ну, ради Бога. И мы идём им навстречу. И обижаться не на что. У Корейской народно-демократической республики есть свой ядерный зонтик. Они нас ни о чём не просили. Это первое. Второе. Нам, в принципе, как мы видим сегодня, по результатам того, что происходит на поле боя, мы справляемся с теми задачами, которые ставим перед собой. Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий. Что касается малого государства Европы, ну что, мы, во-первых, относимся ко всем с уважением, несмотря ни на что. А во-вторых, вот когда они, эти малые государства, призывают ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе, допустим, войска вводить и так далее, это всё-таки те государства, и они это понимают, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений. А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно и правильно. Что касается ФРГ, там существуют проблемы и конституционного характера, они правильно же говорят, а если это Тауруссы попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией, это нарушение Конституции Федеративной Республики Германии. Вот, ну, дело в том, что оппозиция-то там в ФРГ, она ведёт себя ещё более агрессивно. Ну, посмотрим, на чём они договорятся, мы и так внимательно следим за этим. Ну, применяют же эти английские и американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб, это очевидно. Но по сути это не меняет свои ходы боевых действий. И тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны. Продолжение следует...